Инструкция по монтажу системы Софита Инфратоп Система Софита состоит из пяти элементов. Панели Софита с перфорацией SV07, SVP07, панели Софита без перфорации SV08, SVP08, панели со скрытой вентиляцией SV09, SVP09, отличающиеся формой от остальных профилей и состоящие из двух широких досок. Все панели Софита отличаются профилем, обеспечивающим им продольную жесткость. Соединительной планки SV18, SVP18, так называемой планки H, обеспечивающей эстетичную отделку системы Софита. Отделочной планки SV15, SVP15, так называемой планки J, с геометрией профиля, идеально приспосабливаемой к любой неровности поверхности и обеспечивающей его прочное крепление. Элементы системы Инфратоп, обозначенные символом SV, это панели из коллекции Unicolor, а элементы, обозначенные символом SVP, это профили из коллекции Nature. Панель SV09, SVP09 отличается инновационной скрытой вентиляцией. Перфорация размещена в загибе панели и не видна, что значительно влияет на эстетику отделки крыши. Это решение запатентовано. Панели могут устанавливаться двумя способами. Панели 07 и 08 устанавливаются самостоятельно, либо в пропорции две панели без перфорации, одна с перфорацией, или можно установить только один вид панели 09, что значительно ускоряет укладку софита. Для укладки системы софита необходимы обработанные деревянные рейки, без сучков, в размерах 4 на 5 сантиметров. Обрешетка устанавливается вдоль фасада здания, после нанесения, при помощи строительного уровня, разметки крепления рейк под водосточным желобом. Разметку нужно начинать с угла здания, затем переходить к фасаду. Обрешетка крепится к фасаду здания с помощью дюбелей быстрого монтажа. Длина дюбелей зависит от вида и толщины термоизоляционного слоя здания. Затем деревянные рейки прикрепляются по всей длине водосточного желоба, учитывая высоту планки J с помощью саморезов по дереву. В системе софита Vox классно то, что до 80 сантиметров ее можно устанавливать без дополнительной опоры. Эта особенность системы очень ценится подрядчиками. Для сравнения конструкции каркаса показана крыша, в случае которой будут устанавливаться панели свыше 80 сантиметров и необходимо применить дополнительную точку опоры. С правой стороны укладка панелей до 80 сантиметров. В случае необходимости применения опоры на обрешетке здания, необходимо разместить дополнительные деревянные перекладины, прикрепленные к стропилам и полосам под водосточным желобом. Затем посередине перекладин нужно установить деревянную рейку, используемую как дополнительная точка опоры. Окончательный результат подготовки каркаса с дополнительной точкой опоры. После выполнения каркаса приступаем к монтажу отделочной планки SV15-SVP15, прикрепляемой к обрешетке вдоль здания и полосам под водосточным желобом. Тупой угол планки обеспечивает точное прилегание панели, что предотвращает колебания панели на ветру. Планки 15 соединяются друг с другом. Для этого у одной из планок отрезается небольшой кусок монтажного элемента, и этот край вставляется в другую планку. В результате, при необходимости, планки могут линейно расширяться. Планки крепятся к обрешетке с помощью шурупов с плоской головкой или с прокладкой, чтобы обеспечить их действие в углах. С помощью таких же шурупов крепятся и панели софита. Планка в углу отрезается под углом в зависимости от угла здания. Соединяем планки встык. Отделываем все здание в тех местах, где будут устанавливаться софитные панели. Длину панели можно рассчитать таким образом, чтобы оставить место для их свободного расширения. Элементы системы софита можно резать с помощью общедоступного инструмента. Например, ручной пилы, болгарки, лобзика или ножниц для резки листов металла. Саму панель софита устанавливают, вставляя ее отделочные планки в замок, установленный предыдущей панели. Правильность установки панели подтверждается четким звуком клик. Система клик является гарантией прочного и надежного монтажа. Затем устанавливается соединительная планка СВ-18, СВП-18, так называемая H-планка. Карандашом помечаем середину планки и помещаем ее в углу планки 15. Одновременно другой конец планки помещается идеально посередине угла поджелобного пояса. С помощью строительного уровня переносим на рейку контур фасада здания. Таким образом получаем элемент в виде треугольника, который вырезаем. Затем прикладываем планку и устанавливаем ее в углу. Переносим размер на планку в другом конце угла. Прикладываем строительный уровень к внутреннему краю планки 15 и отмечаем размер угла. Излишек планки отрезаем. Планку устанавливаем в углу. Пример установки панели и ее обрезка под угол. Панель совмещаем с замком предыдущей панели, помечаем край планки. Отмеченный излишек отрезаем. Устанавливаем приготовленную таким образом панель. Данное действие повторяем до самого угла, пока зазор не будет скрыт полностью. Монтаж панели елочкой начинаем с определения прямого угла между краем панели и краем планки 15, помещенной в карнизной доске. Результат монтажа и соединения панели в углу елочкой. Второй способ монтажа и соединения панели в углу – это прямая укладка с помощью планки 18. Прямой монтаж планок заканчивается так. От крайней панели отрезается ее замковая часть. Она монтируется у ранее установленной планки 15. Такой способ монтажа панели не позволит ей гулять на ветру. В софите инфратоп можно установить освещение. В силу формы панели и широкой доски легче всего сделать это в профиле SV09, SVP09. Преимуществами системы Soffita Vox являются повышенная жесткость панелей, система клик и простой набор отделочных рейк, обеспечивающие быстроту и легкость ее укладки. Кроме того, Soffit отличается устойчивостью к погодным условиям и не требует ухода. Благодаря этому система Soffita Vox рекомендуется подрядчиками. На систему инфратоп предоставляется 30-летняя гарантия – система Soffita Vox. Soffita Vox – это эстетичная и прочная отделка крыши на долгие годы.